По пику, опять же, если мы обращаемся с вами к тому, что вообще на драфтеле обе команды, у Onyx'ов можно констатировать тот факт, что это будет какая-то тотальная агрессия в виде там бремастера с поддержкой виномантера и Дазла на какой-то там пятой-шестой минуте, вполне себе могут поиграть с фантом-лантером, который будет фармить. Но, опять же, чем как бы преограждать путь вот этим трем героям? Есть в виде шейкера со своей фиссуриной, и не факт то, что Onyx'ы будут вообще добираться до своих соперников для того, чтобы наносить хоть какой-то дэмэдж. Опять же, бремастер это герой, который достаточно контактный и, разумеется, ему надо находиться близко к своим соперникам. Ему в этом должен помочь виномантер рано или поздно. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. Итак, давайте еще раз пройдемся к тому, кто на ком играет. Все-таки для записи на YouTube хотелось бы, чтобы все у нас было грамотно. Итак, хомик играет на бремастере от команды Тимоникс, Мэтт Про, суппорт команды Виномантер, Гречка, второй сап на Адазле, Куппа, капитан команды ОНЖСФ, Соло Мид, и в легкую отправляется Доминус на своем герокоптере, будет фармить крипчиков. Против них VHTT в Смаке, кстати говоря, уже, ребята, выходят в чужой лес. Сириус Дэн, Баланар, Мисака Микото или Микото, не знаю, как правильно будет бахать у нас на Виндрэнджер в сложной линии, Александр Фьюжн, тот человек, которого мы с вами долго ждали, он Керри. Этой команды на Лайсере будет фармить Куаппи, Винтервайверн, и капитан команды Таблетка 2400 на Шейкере будет выступать у нас. Ну и смотрим, западню должен почувствовать Доминус, однако очень хочется забрать ему эту баунтируну. Здесь, кстати говоря, вардов не было поставлено, и вот сейчас этот момент ребята немного пропустили. Гирокоптер должен был спалить всю движуху, да, пошли маячки, и гирокоптеру надо ретироваться отсюда. На всякий случай была фиссура, но эта фиссура никого не зацепила. Гирокоптер сейчас, наверное, пропустит первый вейв крипов из-за того, что ему приходится вот так долго и нудно объезжать все то, что он находил в своем лесу. Шейкер. Грамотный сейчас завардил споты крипов, а вот гирокоптер, кстати говоря, его нашел, и, наверное, Шейкер отъедет у нас. ТПшки нету, уйти вряд ли получится, однако Ониксы сами по себе дали Шейкеру уйти. Какой-то бред на самом деле. И в итоге Шейкер размансил еще и фиссуру откинул. Ману все потратил, но у него есть три Кларити, поэтому бояться нечего, надо возвращаться ему на линию, на свою верхнюю, потому что там у нас стоит лансер, и я думаю, вот на этой линии он пока что будет терпеть, пока нет своих сапов. СФ стоит против Винрэнджер, помогала ему на первых минутах Виверна, однако, сейчас смещается наверх, потому что понимает, что своего лансера без крипов оставлять не очень хорошо. Лансер пока вообще не подходил, но и правильное дело, все-таки четыре Тангусов, ласки нету, и если его неплохо раздамажить, потом этот лансер будет страдать. Смотрим вниз, что у нас здесь, Бланар, Соло сложное, сверху подцепили Панду, у Панды есть Клэпа, еще Клэпает Хомика, но он отъедет. Да, он отъедет, фиссура не дает пройти, и в итоге Шейкер забирает ФБ, вот такое вот неграмотное. Хомик почувствовал себя с двумя арморами достаточно сильным, но получилось так, что не рассчитал свои силы, здесь еще Виноматер, на самом деле, могут подцепить. Хотя, Брюмастер уже пришел, Виверна. Ну, я даже не знаю, вдвоем против триплы стоять, да, конечно, можно будет понапрягать. Так, у нас снизу нападение на Баланара, но Баланар очень силен, 8 армора вместе с String of Protection, поэтому такого Баланара вообще хрен пробьешь, особенно тем, что есть сейчас на линии у Ониксов. В Мидле 8-1-9-2, Крепстат ровно. Нельзя сказать о том, что кто-то выигрывает или проигрывает свою линию. Будем смотреть за передвижениями суппортов от обоих коллективов. Все-таки у VHTT, ну, скажем так, суппорты побольше могут погонкать. У них все-таки, как-никак, имеется стан, если что, там и ТПшку предотвратить какую-либо. А вот Ониксы не могут этим похвастаться, потому что имеют одного веника, который Гель пока что даже не качает. И я думаю, то, что он вообще не будет качать Гель, все-таки здесь на дабл-линии в сложной выгоднее качаться через варды и пассивку. Постоянно заплевывать, напрягать. Вроде как лансер к крипам не подходит, однако и потихонечку, так знаете, по хиллспойнтам-то просаживается. Надо, правда, варды все контролить и ни в коем случае просто так не отдавать лансеру их восхитить. Пока что варды слабые, но со временем Веник Гель все-таки взял. Думает, что нападения какие-то будут ожидаться, но не знаю, не знаю. Посмотрим. СФ 16 душ, 82 дэмэджа здесь у нас 69 сверху. Нападение Виверна просело очень сильно, 30 хиллспойнтов у нее остается. Однако панда потратил свой клэп, в двойку шейкер там динает Виверну. Да, Виверна под ядом находилась и... ну ладно, хоть так, как говорится. Правда, экспы и голды никто не получил за Виверну, поэтому это в плюс, конечно, таблетки его в команде. Хорошо сыграно, как говорится. И на четвертой минуте 0-1. Сейчас будем смотреть за действиями Баланара, что он будет делать этой ночью. И как будет себя реализовывать. Потому что, как мы знаем, там пройдет 1-2 ночи. Если Баланар никуда не выйдет и никого не будет убивать, то это будет униженный, скажем так, Баланар. ТПшка у него имеется. Если что, он готов прилетать наверх, как я понимаю. Все-таки сверху два сладких буболеха стоит. И хотелось бы, конечно, вот их принять. Да, есть ТПшка. Баланар прилетает. И вот пошла. По панде у нас атака. Панда клэпает. Вроде как неплохо Доппельгангер. Заюзал лансер. Нету маны на то, чтобы кинуть последнее копье. И прилетает на сейф Даззл на всякий случай. Как говорится, получает войт. Сайленс накидывают очень битой гречкой. И, скорее всего, тоже отправится в таверну. А вот панда хотя бы выжил. Да, ну не сказать, что это ТП у нас окупилось. Но все равно убили суппорта. И убил Шейкер Даззла. Да, если бы убил Баланара, было бы вообще все шикарно. Ну а так. Одна хелпа. 12 крипов добит. И у Баланара все шикарно. Пятый уровень со сложной линией на пятой минуте. Это достаточно сильно. Для сравнения сейчас посмотрим на мидеров. Здесь вот только-только шестой ВРК получила. Вроде как к ней даже никто не приходил. И она была все это время одна. СФ смещается в леса. Понимает то, что... Сейчас линия отпушена. И выходить на нее бессмысленно. И с дабл демеджем под Скайлами. Скайлами быстро разбирается с лесными крипчиками. Баланар гуляет. Вот нету Вижны сейчас в команде Оникс на такой минуте против Баланара. Но это вообще бред. Как по мне. Сейчас любой герой вообще, находящийся на карте, может подстрять. И как спасаться от этого Баланара пока что не ясно. Есть, конечно, Даззл, но не всегда сможет прилететь на ТП. Сейчас хотя бы кулдаун прошел. Даззл уже готов. Но опять же, это деньги. Это время. И это стяжка одного из героев на... Другую линию. Ну, Лансер, как мы видим, добрался уже до крипов. 25 на 2. Неплохой крипстат показывает против даблы. Причем даблы достаточно агрессивный, но себя толком не реализующий пока что. Через варта Венник качается все-таки, как и было сказано. Проблемно с упортом будет их убивать. Но справляются пока что парни. Бланар. Ой-ой-ой, нашел руну инвиза. Еще видит гречку. Нужен плюс один сейчас вниз. Подходит сюда шейкер, да. И сейчас будет реализация, потому что Даззла убьют вообще без каких-либо шансов. Саленс на всякий случай, как говорится. И гречка отправится в тазерну. Да, так и есть. Надо ретироваться к гирокоптеру. Иначе и он еще здесь подстрянет. Но пока что этот Бланар отыгрывает на все твои 100%. Реализация героя превосходная. И счет у нас уже 0-3. СФ потихонечку получает седьмой. Нет у него ничего. Боттл напустит, как я понимаю. Ну да, так и есть. И даже... Даже БТ пока что не имеется. Виверна. Сверху нападение. Вот поймали момент стяжки шейкера вниз. И можно попробовать поагрессивничать. Однако Панда на развороте может погибнуть. Лансер. У него есть в тройку копье. И копье достает по Панде. И Панда выживет. Конечно, в двойку миссы. И это как раз и позволяет ему жить. Потому что иллюзия промахивается. Здесь у нас Фейзы. Базила. Ну, с Аквилой я думаю нужно собираться в стату. Вот такого гирочек. Который будет там по истечению 15 первых минут. Потом смещаться к своим пацанам. Помогать. Я думаю, здесь нужно фармить себе барабаны. Нельзя выходить в какие-то литовые артефакты сразу. По крипстату пока что топ-1. Но, как мы видим, лансер уже его догнал. И почти перегнал. Неплохой, кстати, крипстат у гирокоптера. Именно Денай. Обратил я это внимание. 40 на 19. Очень сильно хочет выиграть свою линию гирокоптер. Но ему никто не мешает. Потому что сместился Найт Сталкер в чужие леса. Но вот ночь прошла. И сейчас будет не так уже активен. Баланар не успел получить шестой уровень. Первая ночь. И в итоге после первой ночи у него есть один фраг и один ассист. Достаточно неплохо. Как я считаю. Бутылкой сейчас появится урна. 500 монет на руках есть. Ну и где же активные действия? Ребята. Не хватает нам в чате модераторов. Как я понимаю. Да, общаемся мы с вами на Twitch.tv StarLadder 3 в чате. Пишите свои вопросы. Если они есть в перерыве или в момент паузы. Будет время заглядывать. Так что отвечу. Если какие-то вопросы по турниру или еще по ладеру. Вперед. Смещается на нижнюю линию. Баланар получает свой шестой уже. Ну урну очень хочет это, наверное, сталкер. Нам это про сейчас, наверное, в таверну поедет. Плансер. Копье будет нет. Копья нет. И поэтому веник выживает. Надо возвращаться сфармить крипов. Ну вот это дабла. Уже можно констатировать тот факт. То, что у ониксов она проиграна. Причем проиграна в салат. Учитывая то, что фрифарму лансера на трипле. Брюмастер с пятым уровнем. Виномантер с пятым уровнем. Да, конечно, типа суппорт с высоким уровнем это хорошо. Но у дазла четвертый. Поэтому он не особо отстает. Надо бы расставить варды. Сейчас ониксом. Потому что нет у них практически ничего. Верк уже в соло пропушивает. Один по миду. Ну и игра подуспокоилась. Находит место для фарма лансера даже учитывая то, что линия была отпушена для него. Не боится совершенно ничего. Ему бы постакать на самом деле еще было бы вообще шикарно. Либо постакать виндренджер. Все-таки ребята могут забирать лесные кемпы. Тем более с шестым уровнем лансера. Почему нет? Нужна бы аквилов лансеру на самом деле для того, чтобы просто пополнять себе ману. 2.1 регена это, конечно, недостаточно. А, ну здесь... Здесь уже арканы. На десятого шейкера. Тогда ладно, я беру свои слова обратно. Дирокоптер. Продолжает фармить легкую. Как мы видим, орбит маску имеет. Шестой уровень тоже. ТПшка есть. Поэтому сейчас, я думаю, ожидается какой-то замес у нас на верхней линии. Смещается сюда. Все герои команды в HTT. И хотят очень сильно взять этот тавер. Шейкер есть шестой. Поэтому надо бояться и опасаться Эхо Слэма. Занимает позицию, кстати говоря, шейкер. Под дабл дэмэджем виндрэнджер начинает наваливать. Находит здесь панду. Панда клэпает. На всякий случай юзает праймал сплит. Мало ли что. Но вышку-то скушали. А зачем драться дальше? Ну можно ловить баланара. По крайней мере пробовать это сделать. Гирокоптер получает шекл. Откидывает, конечно же, коллдаун. На дэмэджу очень много. Под грибом находится Герич. Начинает наваливать. СФ тоже расхастовался. Достаточно неплохо. Минус один сделали на VHTT. Однако Герич тоже падает. И шейкер отправляется в таверну. Один в три размен после дэфа в своей вышке. Или три в два. Да. Баланар здесь момент. Нашел и убил эту виномайстер. Все-таки отвалился у нас. Суппорт отвалился мейнкерри. Здесь погибло, если я не ошибаюсь, виндрэнджер. Верно. И шейкер. Файнтрекап. Ну да, так и есть. Ну и в плюсе, конечно же, оказались Тимоникс. Все-таки VHTT немного лидировали. Скажем так, на там 500 голды Икспы. Они были повыше ловлами. Поэтому Тимоникс... То, что убили троих, это, конечно, большой плюс. СФ. СФчик. Ой, ну да ладно. Сбивает их и слэм, конечно, ему тпшку. Надо уходить отсюда. Греча отвалится в таверну. Боттл открывает СФ. Нужен еще один на сейв. Комик. Запрыгивает. Дает клэп уже с дайгера, но фиссура таких не обращает. 3-7. VHTT зарабатывают, опять-таки, минимальное свое преимущество. Вот это вот, которое им необходимо при своем-то драфте в начале игры. Герокоптер снова возвращается на свою линию. Уходит в леса. Формить крипов. Понимая то, что сейчас драться уже бесполезно. Нужно дофармить свои артефакта. Вот панда плюс 4 должны устраивать экшон в данный момент. Просто ходить и реализовывать этот даггер по кулдауну. Правда, непонятно, с кем этот даггер реализовывать. Суппорты не позволяют вот так вот выходить в соло и что-либо делать. Хомик. Связали его, фиссура, ой, как больно, хомик. Это минус. Банда в таверну. Сейв-ТП идет, надо бы отменить. Да, так и есть. Герокоптер опоздал. Получил бы шекл-шот сразу, получил бы какой-то стан от шейкера, войт. Ничего бы не вкастовав, просто погиб. Пока разнос, парни. Потому что лансер остается на фрифарме, и у него вообще все замечательно. Владмир, Яша, которая, как я понимаю, уже долетела. Ну да, так и есть. Спушили две вышки уже в HTT при своем-то пике, который не позволяет так быстро вообще пропушивать. У ониксов пики виномансеры, по идее, именно они должны давить его Ра. Но здесь фокус-файр сводит на нет подобные вещи. В чужой лес заходит. Ребята, в HTT. Могут сейчас найти это в Герокоптер. Герокоптер, ТП на кулдауне. Поэтому надо быть ему очень осторожным здесь. Но находит Доминус. Боже мой! Господи, что это происходит вообще? Саленс, шекл и снова фокус-файр, Доминус, таверну. Еще один фраг для Вендрэнджер. Пока в салат. Находит еще и Сефа, который продолжает здесь фармить. После того, как убили уже мейнкерри в своем лесу. Поставили очень агрессивный вардовый HTT. Цепляет Сефа. Ну, там рядом был Даззл. И, естественно, не пошли туда. Ну, ладно, зайдем. Бланар с пайпой. Как я понимаю, будет. А зачем здесь пайп? Ну, рассказ ТСФа сводить на нет вместе с кулдауном. Как вариант. Да, достаточно неплохой рабочий. Но, мне кажется, здесь какие-то артефакты на дэмэдж были более юзабельны. Даже тот же самый армлет. Те армлетом толком ты не поиграешь под ультимейтом Виномансера. Однако, если это Виномансер не находится, допустим, в драке, очень неплохо можно поиграть против Гирокоптера или того же Сефа попринимать. Армлет тебе даст очень большой буст по ХП. И даст возможность, там, в ближайшие минут 10 просто забыть о артефактах. О артефактах, которые дают тебе эти самые хиллспойнты. Обратить свое внимание именно на то, что с руки увеличивает дэмэдж. Я не понимаю, зачем такие варды надо ставить Виномансеру. Потому что лучше бы поставить какие-то варды на Вижен. Их просто здесь ломают. Боже мой, да что это за несыгранность такая странная? Виномансер просто в таверну отправляется. Праймлсплит пошел, начинает наваливать там и Сефчик. Кстати говоря, разменивают. Один на два у нас получается. Но потратили два ультимейта. Можно еще Бланар также не отпускать. И Бланар отъедет. Также Кречка забирает себе доминейтинг. 500 монет приехало. Серьезно, этот Виномансер, он как бы ставит свои варды не для Вижена. Для чего? Я вот не понимаю. Зачем этот вард? Куда проще и лучше было поставить сразу вот сюда этот вард. И спалить трех героев фражеской команды. И спокойно избежать этой драки. Но, как мы видим, были уверены ониксы в своих силах. Но это привело их к успеху. Сделали ребята минус три. И выходят сразу же в пуш на Т1 по миду. Фиссура. Фиссура, павершот и уже расплавленный панда. У нас получается очень много есть сплов, которые можно откидывать. И как бы за такие мувы нечем наказывать ониксом своих соперников. А лайнсер деформил себе что? Бутсов тревел. Ага. Хорошо. Будет в мобильного такого лайнсера собираться, как кири нового поколения. После того, как агрессив показал такого самого фантом лайнсера, этих пацанов в пабе стало просто нереальное количество. Ну ладно, конечно, тревела отлично сидят на лайнсере. Я ничего не говорю. Сфы видно на вардах. Опять же, отметим хорошие действия именно по варбингу. Раз вард. Два вард. Вот здесь стоял третий вард в начале. Четвертый вард. Все очень грамотно и все очень хорошо у HTT. Оккупировали чужой лес. Могут перемещаться здесь как только захотят. Не видно перемещений этого шейкера. Потому что здесь нет вардов. Никто не знает, что он в инвизе. Благо инвиз для ониксов сейчас заканчивается. Почти саганим и виндренджер. Сверху. Доминус. Начинает гнать лайнсер. У лайнсера копье сейчас будет. И это минус. Да ладно, доминус на развороте. Фантом лайнсер. Как же ты не учел подобного. Но и шейкер эхо слэмом в таверну гирокоптера отправляет. Но вот так тратить ультимейты. В принципе ты типа даешь рассказ в одного героя. Но при этом ты убиваешь все-таки мейнкерри. Именно того героя, который и должен по идее не выходить из этой самой таверны. Совершенно. Так что здесь я думаю вполне окупается. Эхо слэм, у которого удал все-таки 140 секунд. Драки пока что не планируются. Поэтому такой ультимейт потратить на такого-то героя можно. Панда с дабл дэмэджем. Можно запрыгнуть на этого Найт Сталкера. Почему не стал делать этого Брюмастера я не знаю. Там бы кританул в 500. Бленер бы от жизни офигел. Тпшка есть. А тпшится у нас лайнсер. Сразу доппельгангер на всякий случай. И я думаю задефит эту вышку в HTT. СФ подфармливает свои леса. Тем временем гирокоптер возвращается на топ-линию. Есть у него тп. Если что прилетит. Само собой Огр Клаб. Выход в БКБ. Планируется у нас. И БКБ здесь естественно ему очень сильно поможет. Опять же в массфайте дать все то, что должен он дать. Кастовать весь свой флэк гэнон. Вдомансер. Вейв пошел. А вот теперь надо драться. Надо драться. Да, и Ониксы это понимают. Собственно и делают. Развели на тп. Как говорится. Прилетел Шейкер. Шейкер без эхо слэма. Сталкер в погоне. Юзает ночь. И что под минус армором пойдет драться? Ты серьезно? 8 минус 13. Да тебе больно, как я не знаю кому. Шейкер. Отличная фиссура. Отрезает гречку. Гречка минус. Не успел дать ничего. Чтобы спасти своих тиммейтов. Рассказ от Мэтт Про. И отлично. Да ладно. Хватает демеджа, дабы убить двух героев команды ВХТТ. Ониксы дерутся. Отлично. Виверна также падает. 3. В 2 пока что у нас размен. Там, я понимаю, пауэршотом, что ли, кого-то прошило? Нет. Гирокоптер просто неплохо там понадавал. Еще и Баланара ловит. Фиссура по троим. Мэтт Про. Можно отправить в таверну. Так и есть. ВХТТ продолжает драться. Мендренджер зажат. Что-то своей же фиссурой. Да ладно. Ой-ой-ой. Шеклдшот. Но Доминус. Как бы он без маны. Он бесполезный. Шеклдфанду надо было бросать. Чуть-чуть не доиграли в этом микромоменте. И в итоге минус 5 от команды Тимоникс. Смотрим Файнтрекап. Но здесь мы видим, к сожалению, только за 2 смерти. Но даже за 2 смерти 2100 экспириенс получают парни из Тимоникс. Можно открыть, я думаю, Нетворца. Они уже показательнее будут. 7900. Первое место остается за СССР. Стефан в догонке Виндренджера. И достаточно ровные ребята идут. Как мы видим, и Керри Герои, и Мидеры. Бремастер. Нет у него ультимейт. Еще 70 секунд. Доминус откидывает колдаун. На всякий случай Виверна просаживается. Полный Рокет Берреж в лицо получает. И Скайла отправляется домой. 13-14. Ониксы начинают давить и просто уничтожать своих соперников. По-другому это действительно не назвать. В HTT отпускает все свое преимущество вот этими мувами на нижней линии. Причем непонятно, зачем они это делают. Просто драка прошла. Успокойтесь. Все. Забудьте. Отдайте этот тавер. Идите фармите. Наращивайте свое преимущество. Нет, они прилетают, опять дерутся и опять умирают. Странно. Там панда 3-100 после всех этих замесов. Панда вообще 7-2 играет. Хомик какой-то сумасшедший на этом бремастере. Дазл 450 монет. Здесь нужен Глимер Скейп по-любому, дабы спасаться от Баланара. Здесь у нас что-то у Сефа Мека. 2-900 на руках. Надо выходить в какой-то очень сильный сразу дэмэдж айтем. Айтем это вот какой-то кристалис. Или возможно сразу вот так вот психануть и... Ну да ладно тебе. Ну зачем? Можно было психануть и бабочку начать собирать. Все-таки лансер это такой герой, у которого МКБ не должно появляться первыми двумя-тремя слотами. А если заставить его это делать, то возможно и игра сложится в твою пользу. Потому что лансер будет вынужден собирать не тот артефакт, который ему нужен. Ему нужна Скади, ему нужна Тараска для того, чтобы иллюзии стали сильнее. Переживать рассказ Теониксов. Потому что рассказ в драке 5 на 5 очень сильный. Сеф. Агрессирует. Понимаю то, что у него есть Мека, вся команда за ним. Можно подобные вещи проворачивать. Опять же нужно варды Теоникс расставить на карту, потому что не видит парня сейчас вообще ничего, где находится их оппонент. Пайпа у Баланара дофармленная. Здесь Даггер. У меня вопрос, знают ли об этом Даггере сейчас Ониксы. Знают о его наличии или нет. В прошлой драке, когда Шейкер умирал вот здесь вот, был этот момент, да, там Даггера не было. Здесь Даггер на Виномантере еще появляется. Вот так вот. Какие-то богаты у нас суппорты получаются из той и с другой команды. Только здесь у нас страдает Виверна. Да, здесь страдает Дазл. И герои достаточно похожи друг на друга. С похожей ситуацией на карте. Подуспокоилась катка. Боже мой, да сколько можно спамить уже этой дряни в чат? Невозможно. Посмотрите видео на ютубе. Засылки банят. За такие слова нет. Надо будет исправлять после стрима. Смок разбит от VHTT. Пойдут парни в лес. Попробуют там что-либо сделать. По графикам, как мы с вами можем наблюдать. Сейчас Ониксы сделали камбэк с 4 тысяч. 3 тысячи преимуществ по голде и по XP. В 2 парни выходят уже в плюс. И никого здесь не найдут. Этот смок закончится ничем, как говорится. Здесь смок ответный. Ну и разбегаются по разным частям карты. Оба коллектива. Но правда здесь фармит лансер. У которого практически готов Дифьюзл Блейд. Причем Дифуза здесь помогут. Да, там уже панде ману выхлёстывать только так. Гирокоптер без маны тоже боец. У него есть Блэкин Барр, поэтому бояться ему нечего. И в 10 секунд спокойно может находиться в драке. Если позволит, конечно, хп. Ну и выходит на пуши Т2. По миду виномантер позиции расставляет варды, дабы видеть всех на карте, кто находится. Надо бы больше этих вардов расставлять. Растэбэшились. Неплохо. Начинает улететь Виверна. БКБ. Гирокоптеры. Надо драться. Сейчас надо драться. Прайм и сплит. БКБ. Все потрачено. Надо идти дальше просто ломать своих соперников. Уходит лансер. Убегает Виверна. Да ладно, Виверна. Последняя тычка от Купы. Минус. Минус. Винтер Вайвер. Драться. Винрэнджер. Там вейв пошел. Драться вообще бессмысленно. Под вайпой. Можно что-либо сделать. Виномантер подставляется. Очень больно. 11 стиков еще есть. СФ раскастовал у тимейт. Ни в кого совершенно не попадает. Гирокоптер. Ну обратите свое внимание на этого Баланара, который там пытается погнаться за Мэтт Про. И все-таки Ониксы понимают, что именно его надо убивать. Минус 2. В итоге Unstoppable. Байпанда. Здесь Кираса уже замечается. Гримастер. Надо сейчас в HTT придумывать что-либо. Что делать? Дэмэджа в драке уже не хватает. То есть Винрэнджер собрала себе огонь вместо какого-то там Майлшторма или Кристаллиса. Лансер еще не настолько сильный и настолько разожранный, чтобы спокойно находиться в драке и выдерживать полный прокаст. Панда, у тебя один стик. Куда ты бежишь? Ну там сзади был Даззл, поэтому я агрессировал. СФ. Ультимейта нету и никак здесь не убить лансера. Хотя под минус армором сейчас находится. Надо подождать, пока вейв настакается. Но зачем это все нужно, как говорится? Дальний Койл мимо Купа! А, да ладно, и отпускает этого лансера. Однако, Виномайсер впрыгивает в орды. Бьют по лансеру очень больно и не успевает дать Добельгангер. Управляется в таверну Фантом Лансер. Вот такие в соло закидоны могут потом сказаться. Вы и так уже упустили преимущество в 4000 и продолжаете фидонить уже в своем лесу. Да, вы не знали о том, что СФ там, но зная то, что у него есть Shadow Blade, надо вести себя все-таки поосторожнее и аккуратнее как-то двигаться по карте. Неужели буду дефить-то один? Ну здесь дефить нечего, лол. Надо просто отходить и ни в коем случае драку не примем. Хотя, Шейкер с Эхослемом может запрыгнуть. Да, что он и делает. Таблетка 2400 начинают наваливать. За полный прокаст убивают панду и драться уже бессмысленно. Командой Тимоникс надо отсюда ретироваться. Да, зло цепанули. Также знают о наличии Виномайсера. Веник, ТП-аут отсюда, пауэршот мимо, но Мэтт Про никуда не уйдет. Однако, вот этим мувом своим Мэтт Про спасает жизнь своим пацанам. Но Куппа решает подраться. Ультимейт на готове ульту ему сбивают моментально. Под Граевом находится сейчас СФ. Может еще подраться последние свои минуты, секунды жизни. Гречку также не отпустит. И минус 4, даблкил. Байб Ланар. От HTT, отличная ответка. Все это время Герокоптер напрягал, как я понимаю, Т2. Нижнюю 2600 монет у Герочи есть. Вот если бы Герокоптер в эту драку прилетел, возможно бы эта драка пошла по-другому. Но Герокоптера не было, и он даже не собирался сюда лететь, как-то пугать своим калдауном людей. Так, что имеем, что имеем. Заходь на Т3. 20 секунд до СФа. Панда. Есть у Бримастера еще ультимейт, поэтому может себе позволить пойти поагрессировать. Даггер ему сбивают. Ну и уходит Бримастер отсюда. Ну и правильно делать. 16.18. Открываем снова графики. И опять же камбэк пошел в сторону ВСТТ. В ноль уходит преимущество по XP. Вот команда Тимоникс. Ну и по голде они сохраняют небольшое преимущество. Только за счет того, что в этой драке не находился Герокоптер. Он стоял и просто фармил. Талисман Фуэйджен. И это все, да? Как я понимаю. Да, так и есть. Это просто талисман. Добавочки еще очень-очень долго. Поставить дизмат. Поставлю, братан. Без проблем. После стрима, после сегодняшней... После сегодняшних трех игр в исполнении команды Тимоникс. Не вопрос. Это ты так проверил, да? В чатике? Забавно. Смок разбит. Куда идем мы с пяточком? Почему здесь два героя в смоке уходят как-то непонятно? СФ бежит совершенно отдельно от всей своей команды. Это разве так смоки у нас разбиваются теперь? Но эти смоки, по крайней мере, не видны были на обсерве СФ. Его не спалили. Ты серьезно? И здесь нет ни одного центра. СН-3 оставится очень поздно. И начинается драка. Гирокоптер включает Винтерскер. Заскастовался Мэтт Про. То есть, кастовался Шэдоу Финт. Уже минус один на Дазли был сделан. Драка идет просто люто. Минус три. А от команды Тимоникс гирокоптер делает даблкил с помощью флэгкэнона. Расстрелял там всех к чертям вообще. Рошан. Рошан стоит. Рошан очень битый. Здесь есть минус армор какой-то. Медальки нету. Ну, медалька есть, но она у Дазла, как я понимаю. Да, так и есть. И Рошан еще вкопил Кимоникс. Боже, что у нас за перевороты происходят в первой игре сегодняшнего игрового дня. Кстати говоря, опять же, возвращаясь вообще ко всему турниру, что у нас здесь проходит. Турнир еще будет идти где-то раундов 5-6. Как я понимаю, групповой этап. Каждый этот раунд будет, соответственно, отстримлен одной группой на Twitch.tv 2 раза 3, я так понимаю, мной. Все матчи будут отстримлены. Ну и, в конце концов, групповая стадия закончится. Начнется стадия плей-оффа. И совсем скоро мы с вами узнаем о последнем участнике про серии на следующий сезон. Так что осталось ждать недолго. Выходят снизу Ониксы. Понимают то, что сейчас они задавили, сейчас они подрались. И ультимейтов, как таковых, там, у VHTT не имеются. Того же самого Винтерскерса, нету Эхо Слэма. Поэтому можно выйти. Можно попробовать подраться. Есть Аигис, надо реализовывать. Вообще, по идее, Таигис лучше бы реализовать таким образом, чтобы забрать тавр здесь. И ни в коем случае не идти сейчас на Т3. Потому что на Т3 Ониксы могут огрести такого леща от VHTT. Здесь есть чем отбиваться. Опять же, два нюка каких-то кинуть, крипы все погибнут. А если погибнут крипы, то и заходить бессмысленно на рампу. Вот, надо собраться, забрать Т2 в верхнюю. И уже что-либо придумывать с теми деньгами, которые будут в наличии. Угоник, но решают, ребята, зайти на рампу. Не бояться. Но будем смотреть, что из этого получится. Гирокоптер. БКБ ни в коем случае сейчас сжать нельзя. Там смог был раскастован, смог этот. Видели, бич билд запрыгивает. Брюмастер, дает Клэпу, надо ему жить. Там калдаун, пошел Гирокоптер, раскастовывается в никого совершенно. Панда под салом. Еще 5 секунд. Шейкер! Блестяще! Запрыгивает в троих. Тут сразу Винтерскерс, Доминус получает огромное количество дэмэджа. Прожимает БКБ, начинает драться. Нет у него флэг Кэнона, однако встает Шэдоу Финт. Тоже прожимает БКБ, начинается замес. Шейкеру уже нечего откидывать, кроме как фиссуры. Но это не помогает Винтер Виверни, которая падает. Падает также Баланар, падает Виндрэнджер, сразу же Байбеки, которые только можно сделать. Убыли еще Лансера там каким-то образом, мы за этим с вами не уследили, к сожалению. Виномансер. Надо бы ему дать Грейв какой-то. Есть ли там Грейв? Там есть Грейв, конечно, и Мэтт Про выживает. Убегать надо Виндрэнджер обратно. Ну, снесли сторону с Горем пополам. Минус три, правда, никого не потеряли, этот заход был блестящий от Тимоникс. Возможно, я недооцениваю тех героев, которых они набрали, и... Поэтому я и не играю, собственно, в этой команде. Таблетка. Три удара. Три удара, и СФ просто с руки забирает еще один фраг. Виномансер стилит каким-то образом. Там Аганим. Боже мой, Виномансер Аганим на 32-й минуте, это суппорт. Да. Там, по-моему, Виномансер в соло вот эту всю гапшу может так растрясти именно по ХП, что драться потом будет вообще не вариант. Ну, собственно, что и происходит. Да, там дэмэдж у нас сколько, получается, вливается. Дай, пожалуйста, мне. Спасибо. Дэмэдж 85. 85 в секунду. И работает она 20 секунд с Аганимом. С ума сойти. Это просто нереальные какие-то цифры. Гирокоптер дофармливает себе бабочку. 2200 на руках у него уже после покупки... ...батерфляя. Ну и, опять же, дэмэдж. Можно собирать МКБ какое-то. Можно собрать МКБ, можно попробовать упороться и собрать какой-то нестандартный артефакт. Сашу Яшу дофармить. Не знаю, там. Да и Даус как вариант. Ну, конечно, МКБ смотрится куда лучше здесь. Куда профитнее. И ты как бы лишаешь возможности Фантом Лансера собирать себе ту же самую бабочку, которая вроде как ему заходит неплохо. Здесь даже МКБ не намечается. У Лансера 400 монет. Они потеряли сторону. Ну, приходится Фантом Лансер именно уходить на эту линию, где крипы сильнее, но и голды за них дают меньше. Приходится страдать, потому что больше ни один герой не может похвастаться таким отспамом, скажем так. Есть только Винрэнджер. Шейкер 4став. Так, Айгиса там нету, да? СФ, Демон Эйдж, выход в Дейдаус, как я понимаю, будет. Демоджей и так уже очень-очень много. СФ на самом деле собраться бы чуть потолще, дофармить себе какой-то скади, было бы профитнее, на мой взгляд. Потому что в замесе ему, возможно, не дадут жить. И чтобы исключить эту возможность, просто уплотниться было бы здорово. Ху-то Виномансер. Этот Виномансер будет соляного разносить в HTT. Я до сих пор не могу успокоиться по этому поводу, потому что, ну, серьезно, такие Виномансеры... Обычно такие Виномансеры получаются с соло-мид линии, однако сейчас мы видим такого веника с позиции 4-го суппорта, и это круто. Это реально очень здорово. Да, за соло-крест смоки имеются, надо бы их, я думаю, разбивать сейчас. Уйти под вышку, попробовать что-либо сделать. Сейчас на варде будут разбивать, да? Нет, пока не разбивает смок, решает отойти еще дальше. Вот это хороший и правильный мув от Тимоникс. Походу, парни шарят. Исключают каждую возможность того, что эти смоки могут спалиться. Пустить надо Брюмастера первым, так и есть. Того, чтобы все получилось грамотно. Шейкер может подстрять, или вообще тот, кто сейчас находится в чужом лесу. Точнее, в своем лесу, откомандую. Вот затем. Винренджер. Находит ее. Винренджер. Нет, у нее блингдаггер она потратила, чтобы блингануться просто с места на место. Это, конечно, такие блинки. Ошибка. Что выходит на пуш последней внешней вышке. Ониксу. Они лидируют у них в преимуществе огромное количество денег и экспириенс. Уже после того самого камбэка они не отдавали свое преимущество уже и продолжают его наращивать. Драться нечем. Драться банально нечем. Достаточно сильный Тимоникс. И если только там шейкер как-то в пятерых залетит и винтерскерс будет сразу по пятерым. Ну то есть что-то такое из области фантастики, знаете. Если случится, тогда будет все хорошо. Вэштики тогда не отобьются. Но пока что вообще не представляется возможным, как это должно... Как драка должна пройти, чтобы отстоять свою базу. Пушится вторая сторона. И дефить нечем. Там у нас сплитпушем занимается фантом лайнсер, сплитпушит шейкер. А драться-то кому? Ребят, последняя сторона осталась. Если не сейчас, то никогда уже. Так, гирокоптер. Демонейдж. МКБ. Конечно же МКБ. Сейчас в пятером бы встать. Ох, под шейкеры было бы здорово. Да, еще дальше камеру отдалим, чтобы лучше было видно. Понимают, шарят парни, что лучше так не делать. СФ, БКБ не юзает до сих пор. Но надо бы вот сейчас прожимать. Да, так и есть. Сразу же Допельгангер юзается. И заживает лайнсер. Однако шейкер запрыгнул в троих. И можно убивать. Но Мэтт Про, вот он Веномайнсер, вот он ультимейт. И сейчас просто все поедут. Так и есть. Минус один, минус два, минус три. Убивает одного веника, который запрыгнул в пятерых. Винренджер убегает. Вот, два байбэка тут же моментально. АТВ-ХТТ. Живой СФ, живой гирокоптер. Два дэмэдж-дилера в порядке под Гречей. Ну, в смысле, под героем. Даззлом с никнеймом Греча. Еще один байбэк. Миномайнсер на этот раз. Так, связывают двоих. По кому же ты даешь фокус-файр, братишка? Вот он, битый СФ. Почему ты на него не обращаешь свое внимание? Ой-ой-ой. Верк убегает. Но это мега-крипы, ребят. ГГВП, конечно. 29.20. Прекрасная игра. Первая сегодняшнего дня. Ониксы выигрывают. Напомню вам то, что Ониксы, они же РСУ, которые у нас находятся в расписании. Просто двойное название команды. Прекрасная, превосходная игра. Очень доволен. Не знаю, как вы, но, думаю, вам тоже было интересно понаблюдать. Сейчас у нас на старт вторая игра будет. И я думаю, пауза будет минут 5-7. Пока воспользуетесь ей, подпишитесь на нашу социальную сеть vk.com.slash.sltv, sltv.starladder. Также подписывайтесь на мой личный пауз ВКонтакте vk.com.slash.parrow, нижняя подчеркиваю не ТВ. Буду всем там рад и признателен. Ссылки скину в чат. Небольшая пауза, музыка и вернемся. Кстати говоря, мы...